Почему важно не закрывать глаза на грыжу диска, а еще лучше проводить профилактику, чтобы она не образовалась, но если уж образовалась, то чтобы не росла. Потому что если мы на это, как говорится, просто-напросто забьем, ну потому что вроде бы как болит, потом не болит и так далее, мы в будущем можем получить очень серьезную проблему, потому что грыжа имеет тенденцию к росту, а если она перекроет, а обычно она выходит в область спинного мозга и пережмет спинной мозг, то наступит паралич всего того, что находится ниже уровня этой грыжи. Досмотрите это видео до конца, и в конце я вам дам несколько важных советов, что нельзя делать при грыже, чтобы себе не навредить. Грыжа образуется не сразу. Вначале возникают в организме, например, грыжа в пояснице, ограничения подвижности в соседних мелких суставах между позвонками. И когда эти суставы перестают нормально работать, то есть двигаться в полном объеме, часть нагрузки, которую мы делаем за счет поворотов и наклонов в пояснице, будет вложиться на нижний сегмент. И в конечном итоге, рано или поздно, связка, которая окружает диск, не выдержит, она разорвется, и содержимое диска, которое является полужидким желеобразным, выйдет в сторону обычно спинномозгового канала. И с этого момента у людей, как правило, начинаются достаточно серьезные проблемы. В первую очередь возникает сильная боль, потому что грыжа вызывает отек и воспаление в этой области и вызывает отек нервных окончаний, вот этих корешков. Если, например, грыжа произошла в поясничном отделе, то одним из основных симптомов ее проявления будет являться боль по заднебоковой поверхности бедра, одной ноги. Очень часто не только бедро, но и голень, и даже полностью голеностопный сустав и стопа могут быть подвержены сильной боли, хотя источник находится вот здесь, в пояснице. На самом деле образование грыж можно, так сказать, предупредить, профилактировать. Если на первом этапе, когда возникают вот эти вот микросмещения в суставах, убрать эти микросмещения и разгрузить сегмент, который является перегруженным, тогда уйдет риск повышенного воздействия на диск и его быстрого износа. Соответственно, риск образования грыжи значительно уменьшается, фактически в разы он сводится фактически к нулю. Вообще в зоне риска образования грыж, я могу сказать, находятся все, абсолютно все люди. И в первую очередь это связано с тем, что многие вообще за своим позвоночником не ухаживают и приходят, как правило, к врачу уже с проблемой. Ну, когда она произошла? В большей степени, так сказать, из всех людей подвержены люди, которые еще несут повышенную нагрузку на спине. Например, спортсмены. Это, например, могут быть люди, у которых работа связана с каким-то тяжелым трудом тяжести переносит. Или, например, даже люди, которые много сидят, потому что во время сидения, особенно неправильного, нагрузка на поясничный отдел очень высокая. Это значит, что люди, работающие в офисах и сидящие целый день по 8 часов за компьютером, тоже находятся в зоне риска. Напишите в комментариях, кто кем работает, сколько проводит времени сидя. Я все комментарии читаю, на некоторые отвечаю лично и смогу порекомендовать вам комплекс процедур и упражнений, которые помогут избежать образования грыжи. Так, если все-таки образовалась грыжа, можно ли ее уменьшить? Ответ – да. Но нужно создать условия в организме для того, чтобы он начал ее уменьшать в размере. Давайте разберемся, как уменьшается грыжа и что для этого надо сделать. Значит, для этого давайте я нарисую сейчас сам диск. Вот один позвонок, вот он позвонок, а вот второй позвонок. Допустим, это поясница у нас. Вот здесь, вот в этой зоне, находится межпозвонковый диск. То есть, вот он заполняет эту зону. Он окружен связкой, такая крепкая связка здесь, которая удерживает вот это вот полужидкое содержимое, которое его задача амортизировать между позвонками. То есть, это амортизатор, по сути говоря. И смотрите, что происходит. Когда возникает вот здесь разрыв связки, содержимое диска выходит наружу. Это и есть грыжа. То есть, грыжа – это когда диск вышел через разорванную связку. Произошла травма, связка порвалась. И вот это содержимое диска вызывает воспаление нервных окончаний, которые выходят из спинномозгового канала. А эти окончания, как правило, дают иннервацию по руке, по ноге. Смотря где грыжа образовалась, там и возникает в той части боль. И что надо делать для того, чтобы вот она уменьшилась? Вот, допустим, эта грыжа размером 1 см. Вот очень часто это считается большая грыжа. Такие грыжи уже рекомендуют нейрохирурги оперировать. Так что же надо делать, чтобы обойтись без операции? Первое. Снять отек. Когда возникает грыжа, это делать нужно именно с помощью врача. То есть врач снимет отек. Он, например, уколет в зону, где произошел сильный отек, противовоспалительный препарат. И он фактически на следующий день может полностью купировать боль или значительно ее уменьшить. Второе. Когда снялся отек, мы убираем причину грыжи. Нужно этот сегмент, это называется разгрузить. Разгрузить сегмент. Что значит разгрузить сегмент? Это значит, что суставы выше и ниже, нужно посмотреть, какие из них не работают, то есть движение не делают в полном объеме, и восстановить это движение. Тогда нагрузка во время наших наклонов, поворотов, будет распределяться равномерно на всех, а не будет лежать лишь только на одном сегменте. Это очень важно, потому что это одна из причин того, почему образовалась грыжа. Третий момент. Как только мы восстановили, разгрузили эту зону, сняли отек, улучшилась микроциркуляция, то есть улучшился приток крови. То есть здесь улучшилось кровообращение. Это значит, что сюда пошли питательные вещества, микроэлементы, клетки, репаранты, которые восстанавливают зону. А теперь представьте, если мы поранились на руке, например, кожу поранили прямо вот до крови, что произойдет, когда здесь заживет? Образуется рубец. То есть здесь будет кожа, ну, другая, ее можно даже прощупать, и мы почувствуем, что она имеет другую консистенцию. Вот то же самое организм создаст и здесь. Он зарубцует зону, где произошел разрыв, если ему создать условия. Вот эта часть, которая сейчас является полужидкой и воспаленной, она станет более твердой, потому что здесь образуется новая ткань, называется она соединительная, и уйдет объем воспаления, за счет этого вот эта зона уменьшится. То есть будет рубец, соответственно, опять закроется часть, где находится диск межпозвонковый, и он еще станет более жестким, твердым, то есть уйдет лишняя вода, которая находится в этом диске. То есть она прям закроется. Знаете, как болячка такая будет торчать, когда порезались, такая кусочек немножечко еще запекшейся кровью торчит. Вот то же самое здесь и будет. Эта зона становится безопасной. Как только такая история сформировалась, она является безопасной. На МРТ будет видно, что выпячивание есть, но сдавить корешок, нервный корешок окончания, вызвать боль и каким-то образом причинять дискомфорт человеку, эта штука уже не будет. Еще подробнее я хочу остановиться на пункте 3. Это приток крови. Смотрите, кровообращение есть наружное, а есть еще внутреннее, которое проходит прямо в кости. И именно внутреннее кровообращение является источником питания межпозвонкового диска. То есть, если здесь нарушается микроциркуляция, кровоток внутрикосный, то диск будет получать меньше питания. И он вот из таких размеров, вот как мы сейчас видим, может стать в половину меньше. То есть, вот таких. Просто потому, что он обезвоживается. Вот для того, чтобы улучшить приток крови и восстановить питание внутрикосное, есть такой очень эффективный метод, называется внутрикосная терапия. То есть, когда с помощью этого лечения восстанавливается кровоток во всех костях, и полностью все суставы, а их у нас больше сотни, начинают нормально получать питание. И поддерживается здоровье вот этого региона, вот этого диска. Соответственно, улучшается и ускоряется процесс рубцевания вот здесь. И очень часто, кстати, хочу сказать, люди имеют не одну грыжу, часто их там 2-3, бывает много протрузий. Вот внутрикосная терапия – это метод, который глобально и системно улучшит все диски и все суставы. А теперь я расскажу, что нельзя делать, если у вас грыжа и сильная боль. Так вот, если вы испытываете сильную боль, ни в коем случае это место нельзя греть. Ни в коем случае. Многие что делают? Если заболело, берут ложатся в ванну, причем в горячую, и сидят там по 20-30 минут. Или идут в сауну, что еще хуже. И вроде бы человек выходит, он чувствует себя бодрей, но на следующий день происходит такой откат и такая боль, которая, ну, просто сразу заставляет человека идти к врачу. Ни в коем случае не гретьте, это вызовет отек и усиление воспалительного процесса в регионе и в области там корешка нервного окончания, которое повреждено в результате образования грыжи. То есть, первое, не греть. Если вы испытываете сильную боль, например, в ноге или в руке, и вот вы начали по привычке пить обезболивающие, и вы их пьете день не лучше, второй день опять не лучше, и идет постепенное ухудшение, либо отсутствие улучшения, это тоже плохо, сразу же нужно идти к врачу, потому что каждый потерянный день он наносит вред оболочке нерва, то есть она под таким давлением и отеком разрушается, и время идет и работает против вас. Нужно сразу же обращаться к врачу, потому что он быстро снимет отек, и разрушение оболочки нерва остановится, а восстановить ее очень сложно. Третье. Многие думают, что зона, где есть грыжа, надо закачивать. Они идут в тренажерный зал и начинают прямо активно, если в пояснице грыжа, ее закачивать. А теперь представьте себе, что человек не понимает, откуда эта грыжа образовалась, что у него уже и так в зоне выше и ниже этого сустава не работают зачастую межпозвонковые суставы и межпозвонковые диски, они ограничены в движении. И эта зона и так, где есть грыжа, перегружена, и все, что он делает, это он еще больше формирует ограничение подвижности в соседних сегментах рядом с поврежденным диском. Соответственно, это опять ведет к тому, что возникает риск усиленной нагрузки на сегмент и роста грыжи. То есть, можно получить абсолютно обратный эффект, что мы, кстати говоря, часто у себя в клинике и наблюдаем. Пациенты приходят именно после закачки спины. Так люди делают, потому что они думают, что грыжа у них образовалась из-за того, что слабый мышечный корсет. Но это неправда. Очень часто мы наблюдаем, наоборот, сильнейший спазм вокруг сегмента, где образовалась грыжа. И там корсет не то, что он не слабый, там мышцы просто как каменные. И это очень плохо и разрушает, в конечном счете, межпозвонковый диск дальше. Четвертое – это ходить на массаж. То есть, если у человека сильная боль, многие думают, первое, я пойду на массаж, мне разомнут мышцы, и у меня все пройдет. И это, наверное, одна из самых распространенных ошибок, которые допускаются. Вместо того, чтобы идти к врачу, идут к массажисту и делают массаж. Почему нельзя в острый период делать массаж? Дело в том, что в зоне, где произошло воспаление, там формируется сильный застой, причем на глубоких слоях. Во-первых, туда массаж физически не достанет, он достанет только один-два слоя, может пройти мышечных. Во-вторых, он может усугубить отек, особенно если массажист применяет техники такого более глубокой проработки. То есть, там и так есть воспаление, он это воспаление усилит, потому что отток нарушен. То есть, кровь не отходит от зоны, где возникло воспаление, массаж добавит это воспаление. Проблема усугубится. И пятое, самое ужасное, это надеяться на том, что сейчас вообще можно на все забить, ничего не делать, не заниматься абсолютным позвоночником. Ну да, уже грыжа, и мне потом операция, если понадобится, все исправит. На самом деле, это очень большое заблуждение, ведь лучшая операция – это несделанное. И поймите, что когда нейрохирург работает на позвоночнике, он может затронуть любой какой-то нерв. То есть, там эта зона является достаточно опасной, и можно получить осложнения гораздо худшие, чем человек испытывал какую-то боль. Но это раз. Вторая ситуация – огромное количество рецидивов грыжи уже в первый год. То есть, к нам приходит много пациентов, которые были прооперированы, и у них опять в этом месте образовалась грыжа. Дело в том, что когда делается операция и убирается кусочек торчащей грыжи, причину образования грыжи никто не убирал. В ней даже я больше скажу – никто не разбирался. И как следствие, сегмент, который был перегружен, он также остается перегружен, и выдавливание диска, как было, оно также и продолжается, и через уже существующий разрыв связки опять кусочек диска выходит наружу, и опять формируется грыжа, и опять возникает боль. Но люди второй раз оперироваться уже не хотят. С вами был Сергей Длин. Подписывайтесь на мой канал. Канал о том, что нужно делать со своим позвоночником и суставами, чтобы быть активным и здоровым многие годы. Продолжение следует...